МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В каком конкурсе или отборе, я не знаю, может быть, ты более подробно расскажешь, объяснишь, под названием «Новые Созидатели». Я знаю, что ты очень увлеченный, общественный, активный человек. И вот с середины июля текущего года стартовал этот прием заявок. И среди жителей городов, городов присутствует госкорпорация «Русатом». Если можно, немного о том, как ты принял для себя решение принять участие в этом отборе, в этом конкурсе? Да, ну, вот начну с того, что мы пока не понимаем, как это конкурс, отбор или что-то подобное, или как доска почета, может, какая-то. Потому что все-таки этот конкурс проводится впервые. Поэтому пока тяжело. Я пока не представляю, какой это формат. Все-таки это конкурс на какой-то будет отбор, где будет определенный победитель, первое, второе, третье место. Или это действительно такая будет, условно, доска тех людей, которые помогают, развивают город, чтобы мы могли видеть, например, могли про них прочитать. Поэтому для меня это что-то новое, попробовать участие именно в этом конкурсе. Потому что мы знаем, что в нашем городе есть много людей, достойных людей, которые развивают наш город, делают его комфортным для проживания, удобным, безопасным. И я думаю, вот этот конкурс именно помогает выявить этих людей, по крайней мере, показать, да, потому что за многими мероприятиями и какими-либо проектами стоят люди, которых, ну, ты даже не знаешь, что это его. Ты думаешь, что, ну, в процессе вещей, да, как-то запустили, запустили какой-то проект, да, там проходит какой-то фестиваль, ну, проводят и проводят. А есть люди, которые именно вот этим занимаются. И вот вы можете ознакомиться на сайте новых созидателей с каждым из конкретных участников, кто, что делает для города, как он помогает его развитию. И я думаю, конкурс этот действительно поможет людям узнать больше, что вот это могут быть их соседи, да, что, например, там кто-то врач, да, кто-то специализирует на мероприятии, кто-то, вот если я там работаю, да, с студенческой молодежью, да, многие не знают, что, ну, привет, привет, пока, пока. Много из детских учреждений, дошкольных, дополнительного образования участников много. Поэтому я думаю, этот проект очень будет, ну, надеюсь, будет продолжаться из года в год и действительно показывать, что в нашем городе действительно работают прекрасные люди. Кстати, стоит заметить, что, по-моему, среди участников даже есть приезжие, то есть это не только жители прям города, которые вот, там, если я там родился, да, условно, в нашем городе, вот проживаю в нем и что-то делаю, там есть и приезжие люди, которые, условно, даже, ну, может, даже 10 лет еще не прожили в городе, но тем не менее... Уже отметили своей активностью и добрыми делами. То есть это тоже прямо огромный успех таким ребятам. Ну, для себя ты как принимал решение, почему ты решил поучаствовать? Вот как кандидат именно на, как это говорят, звание нового созидателя? Как участники, точнее, как организаторы заявляют, вот, кандидат на звание нового созидателя? Ну, повторюсь, говорю, для меня это было что-то новое, может быть... Я не люблю, например, какую-то активность в социальных сетях про себя, да, делать, то есть, ну, я там не инстаграм... Ну, запрещенные там не какой-то там социальных сетях, где там посты какие-то выкладывают, да, там даже на своей странице, там, ВКонтакте тоже я, ну, редко, когда делаю какую-то фотографию, я там что-то делаю, рассказываю о себе, там, о каких-то своих достижениях. А здесь, может быть, появилась такая возможность условно сделать какое-то краткое резюме, которое можно будет прочитать. Если что-то заинтересовало, то понятно, там, тем более сейчас активно в нашем городе информационная поддержка идет этого проекта, поэтому, может быть, даже если кого-то это заинтересует, может быть, самое главное, наверное, у меня была цель здесь кого-то вдохновить на дальнейшие какие-либо совершения, конкретное созидание, да, новое наших жителей. Вот, наверное, самая главная победа будет, если я кого-то вдохновлю. Может, как пафосно звучит, но по мне это было бы, наверное, самое прикольное. Даже одного или там двух человек это уже будет не зря. Ну, я думаю, что есть шанс вдохновить, потому что за тобой, по сути, социальная работа со всем студенчеством в городе, ну, будем говорить, может быть, не совсем все, да, но основная часть, да, я думаю, что многие в Саровском физтехе, да, знают тебя лично. И давай, может быть, перейдем как раз к тому резюме, о котором ты говорил, да, то есть это вот возможность составить про себя историю твоей общественной деятельности, твоей, ну, по сути, твоего жизненного пути, да, вот как нового созидателя. И, ну, давай, наверное, начнем с какого-нибудь вот яркого события, которое вот прямо сейчас или вот в этом году произошло или происходит? Прям, ну, если с ярких событий, вообще их очень много в студенческой жизни, они каждый день происходят, потому что студенты – это такая часть населения, да, это активная молодежь, которая готова творить там здесь и сейчас, да, не вот там что. Ну, в следующем году, есть, конечно, такие, да, ну, без них не обойтись, но в основном они готовы, что, типа, вот, мы хотим вот это, мы хотим там движа, да, какого-то, чтобы нам было интересно, не только там учебу дома, учебу дома. Ну, понятно, что учеба на первом месте будет, но оставаться это всегда, потому что ты пришел учиться. Но тем не менее, чтобы разнообразить свою жизнь и сделать ее красочной, там, яркой, да, ребята готовы делать различные мероприятия для своей там души, и я всячески их в этом поддерживаю, то есть я там не заострен определенным, что условно какого-то плана придерживаемся, что, типа, зачем нам вот лишнее, давайте вот будем идти потихоньку по плану, там, какие-то лекции, там, и будем их придерживаться, и все, больше ничего проводить не будем. Здесь нет, мы готовы прям каждое начинание поддержать у ребят, то есть вот, например, у нас в этом году продолжается это ежегодно, уже третий год подряд стала битва групп, которую проводят первокурсников, в которой основная цель которой – это вовлечь, во-первых, да, и в общественную жизнь какую-то творческую составляющую института и показать себя, ну, с наилучшей тоже стороны, что человек там, помимо того, что он может быть будущим удающимся там ученым, да, он еще, то есть креативный, да, где может в любом роли, потому что некоторые люди, студенты приходят, приходя в институт, даже могут не знать, что у них есть какие-то скрытые, там, творческие способности. Это даже вот на своем примере, когда я приходил в институт, я до института боялся либо вообще где участвовать, то есть когда мне говорили, что нужно в школе там показать сказку на сцене, я думал всяческие… Страх и ужас. Да, как вообще, что сделать, не знаю, может, на какие-то соревнования уехать, ну, вымышленные, чтобы главное – принимать участие. Ну, потом вот на первом курсе что-то зацепило, ну, зацепили меня люди, которые были там в студенческом совете, тогда он назывался, и меня этот актив вот действительно заразил тем, чем вот я сейчас до сих пор занимаюсь. Слушай, мне очень странно, учитывая то, что ты активный организатор игр КВН, который, в принципе, происходит на сцене. Ну, многие когда разговаривали, да, ну, даже там с такими одноклассниками, что вот до 11 класса вообще нигде ничего и как бы спортом занимался, но вот что какая-то общественная жизнь там, тем более на сцене, вообще не мог подумать. Сейчас как-то вот переключилось, и теперь вот даже на этой неделе мы уезжаем в Москву, в МИФИ на фестиваль команд КВН, в котором будут принимать участие команды «Нео МИФИ», и вот мы решили тоже гордым Саровым принять посредственное участие. Игра состоит в субботу, и мы очень надеемся... Ты уже как организатор команды, получается. Даже не только организатор, но и даже выступаю. То есть у меня есть своя, будет определенная роль в команде, как для тех, кто, ну, может наблюдать за КВН, как выходящего персонажа. То есть я не постоянно находящийся там актер какой-то на сцене, я именно выходящий персонаж, в то или иной момент появляющийся на сцене и помогая своим ребятам. То есть у меня будет образ некого дяди Саши. Понятно. Насколько вообще сейчас КВН востребован в студенческой среде, и что он дает на примере Саровского фенстеха? Вообще КВН это... Начнем с того, что это, наверное, что именно есть самая студенческая игра. Да, все-таки она была задумывалась, что это игра для студентов. И со временем, конечно, сейчас уже там меняется, и взрослые уже принимают участие в КВН, но так она была студенческая. И в нашем городе тоже сейчас был какой-то определенный застой, но еще и пандемия там в свое время там мешалась. Не было команд. Сейчас он постепенно возрождается. То есть 3-4 команд у нас в городе есть, которые готовы принимать участие. И вот недавних прошедших там кубок... Весенний кубок был зимний в 22-м году и весенний в 23-м. Наша команда института победила, как бы испытала успех. Потому что сначала тоже мы долго... Сначала пробовали, у нас там что-то не получалось. Но за последние две игры выиграли два кубка. И ребята поняли, что готовы как бы поддерживать это движение и участвовать в других уже каких-либо фестивалях. Поэтому я думаю, КВН будет востребована всегда в той или иной там в каком-либо ВУЗе. Единственное, конечно, сейчас очень много и в области есть и Нижегородская лига. Да, она уже стала... Раньше она была как-то неофициально. Сейчас она стала официальной уже лигой. То есть можно принимать участие. И очень сейчас много даже нижегородских команд, которые пробиваются не только там выстреливаются на фестиваль в Сочи, но и идут премьер-лигой и высшей лигой, тем не менее, тоже участвуют. Давай поговорим про другие студенческие активности. Но сейчас ты уже как некий организатор, как руководитель в каком-то смысле непосредственно многих событий в Саровском фестехе. Но вот этот путь от студенчества, когда идущий за горизонт, вот этот пеший марш, и ты как студент в них еще принимал участие. То есть насколько важно с первых дней учебы в институте заниматься активной общественной деятельностью? И насколько это может помочь в работе, в дальнейшей жизни? Ну, для меня, и когда с студентами тоже общаемся, что общественная жизнь, она будет помогать тебе всегда. По крайней мере, это будет на работе каких-либо связей, дружественных, партнерских, да, это какое-то резюме для дальнейшей жизни. Потому что, ну, даже вот там с ребятами, когда разговариваем, условно, беру две анкеты, да, там, Иванов, Петров, все, ну, ребята молодцы, закончили, там, условно, балл одинаковый, оба умных парня, ну, кого взять. И все равно же даже если вспомнишь, что вот Иванов, например, вот он там поддерживал, там, какую-то гражданскую позицию, да, там, демонстрировал, принимал участие в организации мероприятий, там, социального характера, да, помогал ветеранам, да, если там волонтерской какой-то работой. Поэтому я думаю, что возьмут резюме именно вот этого человека, потому что общественная жизнь, она все же присутствует в нашем городе очень, ну, в разнообразном таком формате. И, тем не менее, благодаря вот нашим СМИ, да, и Канал 16, который постоянно информирует общественность, да, что проходит то или иное мероприятие, человек в том или ином образе где-то там светится, дает интервью, да, там, в какие-то фотографии у него всплывает. Поэтому общественная жизнь, она не только погружает тебя во всю там внутреннюю какую-то повестку города, да, ты можешь знать, где что происходит, потому что, если возьмем, там, например, историю ту, что там какие-то жители там или какая-то часть горожан жалуется, что у нас в городе ничего нет, то когда ты находишься в общественной жизни, да, постоянно в той или иной там формате связан с ней, там, еще раз говорю, там волонтер, там КВНщик, я не знаю, студенческий отряд какие-то представляешь, ты всегда находишься, мне кажется, в этом движении, в этой тусовке и всегда знаешь, где... Да, и найдешь, где чем заняться, где что проходит, где принять участие, где помочь в организации. Поэтому, я думаю, все-таки общественная жизнь, наверное, важна для любого человека. Ну, стоит отметить, что эта общественная жизнь, она перетекает и студенчеству, ну, и, допустим, если мы говорим про студентов РФТИ после окончания УЗА, они идут работать на градообразующие предприятия, да, в основном в своей массе, то там есть и совет молодых ученых, специалистов, да, тоже как форма... Молодежная комиссия, да. И профсоюзе РФСНЕФ, то есть там, на самом деле, есть возможность продолжения этой деятельности. И для многих самое главное, чтобы эта общественная жизнь была не то, что не в напряг, а именно вот как, ну, для меня, наверное, чтобы прирастало в хобби, ну, наверное, в каком-нибудь случае, чтобы этим можно было, ну, жить каждый день, и тебе это приносило удовольствие и какие-то те эмоции, которые будут тебя подпитывать и трудиться на благо своего города. Я знаю, ты много организуешь и зачастую даже сам ведешь многие мероприятия городские и масштабные, и, будем говорить, не очень, не на открытых сценах и на закрытых. Вот поделись своим опытом и впечатлениями о том, как когда ты в первый раз начал этим заниматься, и как вот сейчас, когда ты уже там выходишь на сцену, как к себе домой, с точки зрения, как ведущие мероприятия. Ну, когда я только начинал, естественно, это там какой-то мандраж все равно испытываешь, да, какое-то волнение, то есть где-то может там голос дрогнуть, где-то в какой-то момент там фамилию, да, неправильно имеешь. Ну, от этого, конечно, никто не страхован, даже профессиональные там ведущие могут сделать какую-то, какую-либо ошибку, но волнение было подавляющееся, потому что особенно зная тонкости там какие-то наших мероприятий, когда вроде бы, например, начало в 4 часа и до 15.55 пока все нормально, за 5 минут. Вот это срочно вызвали куда-то и начинать все перекраиваться. То есть перекраивают весь сценарий. Да, и на первых порах ты начинаешь, вот, все, сейчас я не то скажу, и все пойдет уже по другому вообще плану, все будет хаос творить. Сейчас я как-то, я, может быть, привык к этому. То есть даже если в 4, ну, когда там обычно до 4 ждут, все приходят, все, все отметили, кто пришел, кто не пришел, даже если перекроют, здесь я уже чувствую себя спокойно. Ну, наверное, это вот... Какой-нибудь курьезный случай можешь вспомнить? Ну, вот, например, был случай, когда мы вступали в театр, театральная постановка была новогодняя в ДК. Мы играли, у меня была роль одного из братов, сказка по щучьему велению, у меня была роль одного из братов. У нас были такие парики, блондины, то есть... И в какой-то момент я... Мы переодевались в стражников, и потом в конце должны были опять выйти братьями, что-то там сказать. И я забываю за одной кулисой свой парик, и когда уже идет в конце уже общий там выход, и уже я понимаю, что у меня нет парика, но другой, который играл моего брата, я им говорю, что он в той кулисе. В итоге он бежит, здесь начинает объявление, он бросает мне через сцену этот парик, да. И, ну, по крайней мере, друзья, которые сидели, они сначала, они, говорят, видели, что что-то летело, но потом уже, когда объяснили, что, да, действительно, он прилетел вот прямо вот в этот момент, когда я его принимаю, братьев играли, там, самофал Александр, и я делаю шаг. То есть у меня было вот так вот, я сделал шаг, и никто не заметил, что я выходил без парика. То есть, ну, это вот один из таких... Но полет парика был заметен. Да, 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 то есть был заметен. Вот это был один из таких запоминающихся моментов. В городе проходит множество молодежных форумов, и это и время выбрало нас, и студенческая спартакиада, и, ну, школа КВН, мы уже с тобой поговорили, да. А насколько важны вот эти форумы для молодежи, и какова твоя роль в их участии, в этих форумах? Ну, да, форум, если вот, на который, да, затронуть время выбрало нас, который городской проводит, да, на базе воздравительного центра «Березка». Он уже на протяжении многих лет, то есть я в нем принимал участие, когда был там же студентом, то есть для участия обязательно нужно было какой-то проект для города разработать, и уже в дальнейшем пытаться, ну, заниматься его реализацией. Сейчас, наверное, эти проекты, ну, то есть эти форумы в любом своем проявлении полезны, будь то он городской, да, областной, всероссийский, так как на них доносят очень важную информацию для молодежи, по крайней мере, выступают те спикеры, которые добились тоже хороших там результатов в той или иной деятельности. Это возможность, это площадка, где можно пообщаться условно там, ну, на равных, там, с депутатами, да, с чиновниками. То есть не нужно будет записываться куда-то на прием, да, и какой-то... Здесь можно даже, насколько вот я участвовал, да, в форумах, что депутаты приезжают прям вот... Я участвовал в одном из таких мероприятий без галстуков. Да, то есть свободно среди участников, где можно задать вопрос, поиграть, даже какие-то соревнования, там, футбол даже с ними играли, там, в лейбол играли, в каких-то интерактивах. То есть здесь можно, это вот нормально действительно такое мероприятие, которых можно срывать там, условно, все галстуки, ты можешь пообщаться. Ну, я имею в виду, что без вот этого, да, официоза, когда ты должен задать вопрос, там тебе ответили и пошли дальше. Самое плохое, когда вопрос еще и подготовленный, там, кем-то, условно, да, вот. А здесь все-таки, да, действительно, там, подойти на равных, пообщаться, что-то послушать, да, взять что-то полезное для себя, чтобы ты продолжал развиваться там. Многие делятся там своими успехами, да, там, какими-то лайфхаками, которые тоже пооценят, что типа вот там бывают такие люди, которые рассказывают, там, волонтеры, что основная там волонтерская, а никто не знает, что он, например, работает там врачом. Тоже интересно прослушать этих людей и тем основной, какие профессии у них являются. И помимо этого, там, естественно, ну, какого-либо общения, это мастер-классы, да, какие-то лекции на тему, как создавать проект, как правильно его оформить, потому что сейчас много грантов от Росмолодежи проходит. И самая основная такая ошибка бывает именно заполнение заявок. То есть ты условно что-то где-то неправильно написал, все, у тебя заявка может быть просто пролететь. Хотя проект может быть действительно крутой. И поэтому такие форумы помогают прям держать тоже, по крайней мере, дают контакты, где ты можешь позвонить, сказать, а как вот заполнить этот раздел. Вот мы заполнили так-то, так-то, подскажите, как его лучше модернизировать, сделать получше. Поэтому, я думаю, форумы, они важны, будут всегда пользоваться большим спросом. И одна еще из таких важных активностей, будем говорить, такой интеллектуальной активности, да, это кубок сорти по игре «Что, где, когда». Я знаю, что и в Росатоме, и в ядерном центре очень сильно развито это направление спортивное «Что, где, когда». Так говорят, по крайней мере. Ну, сейчас многое привезло соревнования, какие-то даже программирования спортивные, за которые можно разряд кандидатам, мастер спорта в нашу пути. Вот, то есть, насколько это важно, вот, вовлекать именно в интеллектуальные игры студентов, и каково твое участие в этом проекте? Ну, здесь у меня в этом проекте городские кубки. Кстати, у нас проходит осенний кубок «По, что, где, когда», которым участвуют наши студенческие команды. Если не ошибаюсь, заявились две команды из Российско-федерального ядерного центра. Но тут с ними я говорю, что все-таки они как бы играют не зачета, да, потому что все-таки для студентов мы это... Другой уровень. Ну, да, потому что, да, действительно, мы сталкивались, что когда подводим итоги, да, там есть крутые команды из ядерного центра, которые, ну, тут без шансов просто делают. И также школьная команда, в этом году еще и школьная команда старшего класса тоже зарегистрировалась, принять участие в нашем кубке. По крайней мере, каждый кубок собирает бывалые 20 команд. То есть тут уже по вмещаемости нашего актового зала, если бы было больше, то, может, и больше бы заявлялась команд. Здесь у нас был даже проект. Мы в свое время писали с студентами о турнире, по интеллектуальным играм, то есть который будет включать в себя там тур «Что, где, когда», своей игры, квиза, то есть несколько, который будет, например, условно, там, ну, в течение там четырех часов проходиться, и лучшая команда будет награждением. То есть такой турнир выходного дня по разным видам? По разным видам, да. То есть можно заявить команду. Одна команда принимает в этом части, либо это одна команда по всем. То есть мы пока еще над форматом думаем, но и все-таки надеемся, что когда-то мы к этому придем, сделать прям массовый турнир городской, где будет принять участие прямо и рабочая молодежь, и сотрудники ядерного центра, и школьники, и студенты, которым будем всем рады. Ну, вот также могу сказать, что понятно, что эфир там, ну, не резиновый, да, можно много говорить. То есть у нас в институте есть и вот клуб интеллектуальных игр, который занимается. Помимо того, что они организуют, ну, интеллектуальные какие-то кубки, они еще каждую субботу в институте собираются, играют в настолки. Ну, там настольные игры, которые, в принципе, это тоже как развлечение, хобби, кто-то играет. То есть организуют себе досуг вот тем, кому интересно. А у нас есть студенческие отряды в институте, которые по линии российских студенческих отрядов занимают два направления. Это строительные отряды, которые, да, уже тоже неоднократно мы показывали, да, и о них и было интервью. Педагогический отряд Адастра, который тоже занимается воспитательной работой с детьми напрямую. Это волонтерский клуб у нас «Бумеранг Добра», который тоже участвует в различных мероприятиях города, помогает ветеранам, помогает и питомникам, приемникам различным, где готовы наши студенты прям полностью окунуться в эту деятельность. Это участие в различных организациях мероприятий. Волонтеры везде сейчас нужны, потому что, да, это одна из такой, ну, не то что рабочей силы, но, по крайней мере, там масса людей, на которых держится прям, ну, многое. Много социальной работы. Да, да. Вот, это есть, конечно, и какие-либо по робототехнике, по программированию у нас есть клубы, у нас есть там много спортивных сборных, да, хоккейная команда, футбольная, баскетбольная. Баскетбольная команда в этом году впервые будет принимать участие в студенческой баскетбольной лиге, которая будет проходить в Нижнем Новгороде. Хоккейная команда традиционно примет участие в студенческом хоккейном турнире областном, киберспортивной команды. В этом месяце тоже запланировано совместно... Раньше не было. Да, в этом месяце, кстати, совместно запланирован турнир с нашим игровым клубом в городе, где будут проходить соревнования, в том числе принимать участие наши студенты. Это такое первое, наверное, взаимодействие в рамках вот по киберспортивным направлениям. Друзья, голосование за кандидатов на звание «Новый Созидатель» у нас в городе проходит до 27 октября на сайте. Вот сейчас этот сайт на экране у вас. Вы можете пройти, ознакомиться со всеми кандидатами. Там действительно очень много людей. Вы среди них Александр. Александр, я тебе пожелаю успехов в этом новом начинании, в этом новом конкурсе или как бы звании, получении этого звания. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами и увидимся через неделю. До свидания.